Доброе утро! Мы начинаем второй день нашего тренинга. Мы начнем его с медитации «надо», «надо» — это звук на санскрите, он сейчас звучит. Я прошу вас принять удобную позу, выпрямить спинку, расправить плечи, как вчера мы делали, и продышаться, сделать несколько очень медленных, внимательных вдохов и выдохов до конца. Без задержек выдыхаем воздух, выдыхаем до конца. Расслабляемся на каждом выдохе. Дышим через нос очень медленно. Теперь успокаиваем дыхание. Дыхание становится естественным. Незаметным, мягким. Расслабляем тело и расслабляем психику. Отпускаем все внутри, отпускаем все мысли, всю суету, которая есть в голове. Все это растворяем сейчас, мягко, спокойно, медленно. Слушаем звук, который звучит сейчас в зале. Настраиваемся на этот звук. Почувствуем вибрацию этого звука. Это специальный звук для медитации. И теперь мы впустим этот звук в себя, к себе внутрь. Пусть эта вибрация звучит у нас внутри, в нашем теле, в нашем позвоночнике, в нашем сердце, в нашей голове, везде. Настроимся вот так. Пусть эта вибрация звучит. Теперь, когда мы чувствуем, что вибрация у нас внутри, в нашем теле, начнем очень мягко растворяться в этом звуке и в этой вибрации. Мы как бы отдаемся ей и растворяемся в этом звуке. Пусть останется только один звук. В нем растворяются наши мысли, ощущения тела. Все становится одним только звуком. Пусть это очень мягко растворяется. Если какие-то мысли продолжают приходить, мы позволяем им мягко раствориться в звуке. Если в теле возникают какие-то ощущения, даже боль, мы тоже растворяем это в звуке. Само наше «Я» исчезает и остается только звук. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас мы начинаем сам тренинг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не хочется спать Впечатлений очень много Все хорошо, по-моему единственное, ну тут я немножко как организатор что, были люди, кто почувствовала себя плохо Но, к сожалению, я даже предложил, что надо бы в таких случаях доверять посоветоваться еще раз призываются А кто почувствовал себя плохо? Ну вот, знакомые То есть, тут надо обращаться к ведущим А она не пришла сегодня? Сегодня нет Ага Да, если кто-то плохо себя чувствует, конечно, подойдите ко мне, мы посоветуемся, что делать. Да, не было вчера, я вот во второй половине дня уже меня в соль клонила здесь на занятии, да. Пыталась, значит, уходя отсюда делать то, что хотелось. Домой пришла, ничего не хотелось. Легла, уснула, часа два. Ну, спать-то хотелось? Спать хотелось, да. Значит, все-таки что-то хотелось. Ну, да. Дегла спать, часа три проспала, стала сильной головной болью. Причем головной болью я в принципе не страдаю. Тут было, и она была как-то необычная, она была невестная. Это было давление или боль? Это было, да, это было давление плоскостное, плоскость полностью. В верхней части головы? Да, верхняя часть, именно плоскость. Вот прям, я еще так удивилась, что-то очень интересное такое. Ну, это классика жанра. Классика жанра, да? Вот я ее коснулась. Ну, вот таким образом. А? Да, начинает открывать крышку. Спасибо. Не очень приятный процесс. Спасибо. Ну, значит, так пойдем к нему. Не, можем закрыть, если хотите. Завинтить болтами. Можно и так. Нет, если это приведет к тому, к чему я иду, это пуща болит. Хорошо. Переживем. Да, пройдет, ничего. Пройдет. Признак давления. Да, вы все, да, закончили? Признак давления в голове, это хороший знак. Собственно говоря, мы вчера с потоком-то не работали, я только сегодня хочу к нему подступиться, но он уже попер. Вот. О чем говорит давление в голове, в верхней ее части? Это такое ощущение, как будто шлем одевают на голову. Я тоже этим маялся. Изрядно, но в книжке это описано. Очень рад, что и с вами, наконец, и до вас очередь дошла. Ни одному мне вагоны разгружать. Поток, когда входит, он входит сверху. Поэтому называется нисходящий. Естественно, он входит в голову, поскольку мы прямоходящие существа. Если мы лежим, тогда он входит во все тело, если на спине, скажем, лежим. А если мы сидим или стоим, или идем, тогда давление идет на голову. Что нужно делать в этих ситуациях? В этих ситуациях нужно помогать потоку войти. Что вызывает давление? Давление вызывает блоки, которые есть в голове. Это психические блоки, это спазм сосудов, может быть. От новой энергии. Организм не привык просто с ней иметь дело, он не знаком с ней. Поэтому он защищается, он так делает. И эти места, где давит, нужно раскрывать. Как раскрывать? Ну вот движение рукой. Вот можете просто взять руку свою, почувствовать. И вот как цветок утром, вот он медленно начинает раскрывать лепестки. Попробуйте сделать просто вот это движение, почувствуйте рукой. Вот раскрывающееся движение. Цветок, когда солнце, солнышко восходит, он раскрывает вот так же свои лепестки. Вот он как делает. И вот это движение, которое мы сейчас делаем очень простой рукой, нужно сделать внутри, в том месте, где давление. То есть в макушке головы помогает образ цветка. Можно представить себе цветок, можно представить себе даже солнышко. И что вот луч попадает, первый солнечный, и цветок начинает вот так вот раскрывать свои лепестки, пить этот цвет. Вот этот образ, и главное, это ощущение, раскрытие, ощущение именно, помогает потоку легче войти безболезненно и начать промывать, прочищать ваше тело. Если в каких-то других участках тела возникают вот такие блоки, ощущение давления, допустим, когда на спине лежим, то эти участки тоже нужно точно так же раскрывать. Это пройдет со временем. Очень хороший признак, если у кого-то это появилось. Значит, поток начал идти уже сам. Поток сегодня — это наша первая тема. Пожалуйста, если кто-то хочет еще поделиться, прошу вас. Да, пожалуйста. Вчера поздно вечером понял, что съел раза в три меньше, чем обычно, и мне есть не хотелось. Вот вечером перед сном поел буквально чуть-чуть салата и объелся. Такой момент. Ну это экономично. Я думаю, у тебя властер денег будет оставаться нормально. Вот, и еще вопрос. А поток нисходящий, а восходящий? Есть, да, восходящий. То есть мы не будем рассматривать его? Мы будем его теоретически рассматривать, а нисходящий — практически. Пожалуйста, ребята, кто-то хочет еще что-нибудь нам сообщить? Прошу. Нам и, собственно говоря, аудитория, нас вчера шесть человек смотрело по интернету. Так что вещайте в мир, господа. Ну а записи будут в Ютьюбе, так что отвечайте за базар, господа. Можно прислушать? Пожалуйста. Я вчера, когда пришла, у нас дома, ну в доме проблемы, у нас воду отключили, но протечка была, труба лопнула. Это признак потока, я не шучу. И самое интересное, старшая потом пришла ко мне и ставила мне эту ситуацию, мне пришлось решать ее, представляете? И сегодня утром опять... Протечка с протечкой? Ну, вызывать слесаря, там все вот это. То есть она меня подключила вот к этой ситуации, и мне пришлось это делать вместе с ней. Я не знаю почему. И сегодня утром опять мне она стала звонить и объяснять всю эту ситуацию. Представляете? Значит, когда прорывает канализацию, водопровод... Не, я без шуток, я серьезно. Когда вы разливаете чай, весь чайник на пол, это признак нисходящего потока. Это у него такие шутки. Потому что он течет, символ воды текущей. Поток же. Так что у вас такой просто был как знак к сегодняшнему. Чай пролит. Чай пролит. У нас с утра вчера, когда... Тоже пролила чай вчера? Да. Ну вот, все одно к одному. С утра это... Началась чертовщина. Да. Веселая квартирка у Булгакова, помните? 50 бис. Ну хорошо. Кто еще хочет нам что-нибудь сообщить? Значит, коммунальному авариуму, которые по близости, надо радоваться, да? И благодарить. Не всем коммунальным авариям. Я говорю о воде. Да. Если прорвало воду, радуйтесь. Да? Все сказали? Ну пожалуйста, кто-то еще хочет что-нибудь нам сказать? Ну не только про то, что прорвало водопровод. Водопровод, а что-нибудь еще? Да, пожалуйста. Необычное для меня было. Я просто забыла все, что было на семинаре. Я не могла вспомнить вчера вечером, и сегодня не могла вспомнить, что там было. Не знаю. Вот как будто у меня так просто выключили там что-то. Что-то осталось, но это вот стоит. Лампочку вывернули просто. Да, да. То есть я прямо спрашивала, о чем мы там говорили? Что-то там же какие-то темы давали. Я думаю, надо взять листочек и что-то записать. Я потом посмотрю. Ну вот просто как выключили. В общем, повторите вчерашний день. Не, у нас сегодня, у нас много еще тем, я не успею за два дня. Сейчас, я секундочку. Простите, я ваше имя забыл. Алла. Вот Алла нам говорит очень хорошую вещь. Когда ничего не помнишь, это признак того, что просто ум выключает, он стирает информацию, вот эту вот вербальную, слова, они не нужны. Вы сюда приходите не слова слушать, на самом деле. Слова это просто обертка, конфетки. Вы же обертку выкидываете, вам же конфетка нужна. Так вот слова это обертка, и ум, он умный, сознание, то есть он выключает память, она не нужна. Так что если все забудете, что я вам тут гоню, это очень хорошо, очень здорово. Если вы выйдете, у вас будет белый чистый лист. Пожалуйста, кто хочет еще? Ну, я не знаю, правильно я гоню или нет. Я вам просто говорю, что происходит. Я вам рассказывал про первую лекцию Намкая Норбу. Ну, в первый вечер, когда мы пришли, у нас была презентация, нет? Как я попал к Намкая Норбу первый раз. И единственный раз я с ним встречался. Это было, кстати, на Байкале, еще дальше, на восток от вас. Намкая Норбу приехал в Россию первый раз и выступал он. Ну, Намкая Норбу это современный учитель Дзакчена, номер один в мире. Кто не знает. Намкая Норбу, Намкая Норбу, да. Тибетец, который замечательный совершенно, учитель, великий человек. Ну, чего я буду рассказывать, в интернете все есть, захотите, найдете сами. Я просто хочу рассказать, что нет в интернете. Он, когда первый раз приехал в Россию, это было начало 90-х годов, он, даже слово Дзакчен еще никто не знал в России, не было такого слова. И я его не знал. Какой-то тибетский, ну, дедушка, дяденька, монах, не монах, лама, ну, хороший человек, в общем. И все это происходило очень смешно на военной базе, на берегу озера Байкал, представляете? То есть другого места в России не нашлось, как принять Намкая Норбу. Военная база, было 10 человек, 10, понимаете? Сейчас тысячи людей, сейчас к нему не подойти. Сейчас два центра в России. Строится в Крыму большой центр, и под Москвой уже построен для практики. Это был его первый приезд. И я навсегда запомнил его слова, первые слова, которые он сказал. Он сказал, а я не знал, кто это такой, просто какой-то тибетский, ну, дяденька. Он сказал, я вам сейчас буду что-то рассказывать, говорить, но вряд ли вы что-нибудь поймете. Он так мягко выразился, я точно не помню, но смысл тот, что не все поймут, что я сейчас буду вам как бы, но я все равно буду говорить. Мне так понравилось, вот его вступление такое, начало, что я тут же заснул. Выключил он меня что-то. И я всю эту его лекцию первую, я проспал, я ничего не помню, спал человек. Проснулся под конец уже. Но он все равно мне очень понравился. Очень понравился. И потом уже позже намного, когда я уже узнал, что такое Дзакчен и вообще, кто он такой на самом деле, этот великий мастер. Я узнал, что есть такая форма передачи во сне. Знания передаются во сне учителям. Я не говорю, что это был мой случай. Хотя потом события развивались довольно интересно. Когда я написал книжку. Я намка больше вживую никогда не встречал в этой жизни. Один раз только, вот на Байкале. Но потом, когда я написал книжку про Тошу, свою первую, я написал ее по-английски, когда жил в Канаде. Издал ее в Америке. Под Нью-Йорком живет такой издатель Джордж Кваша. У него есть такое издательство, называется Station Help. Он издал книжку про Тошу на английском языке. Это тоже отдельная история, но не буду сейчас все истории вам рассказывать. Займет целый день. Так вот, этот Джордж Кваша, он мало того, что ученик Намкая Норбу прямой. То есть Намкая, когда приезжает в Америку, он останавливается просто в его доме. Я спал на той кровати, где он спит. А он издает его книги в Америке. Ну, большинство его книг, все практически книги, издает этот же издатель, который издал Тошу моего. Первый вариант по-английски. Вот такое было интересное совпадение с Намкая. И еще было одно интересное совпадение с Намкая Норбу у меня. Опять же, когда я жил еще в Канаде, там лютые зимы. Ну, кроме Ванкувера, западного побережья. Канада холодная страна. И очень хотелось куда-нибудь на солнышко. Вот. И мы пошли с моей вот бывшей женой, тогда мы вместе с ней жили еще. И пошли просто в турагентство, говорим, ну куда поехать? У нас денег было мало. На Кубу. Там дешевый вариант на Кубу, близко оттуда. Вот. Они говорят, да, ребята, а вы поезжайте в Венесуэлу. Я говорю, ну ничего, не были в Венесуэле, давай съездим. Купили путевку просто на остров Маргарита. Есть такой остров. Венесуэльский, маленький. Курортный островок. Ну, там отдохнули, я там чуть не утонул. Не умел плавать в океане. Ну, Карелии, я под Питером, там озера. Заплыл, вернулся. А в океан заплыл и не вернулся. Ну, так, просто. Но все-таки вылез, как видите. Так вот, на этом острове Маргарита нам Кайнорбу поселился через несколько лет. Через года три или четыре после этого, как я там был. Я не говорю, что потому что я там был. Просто странное совпадение. Согласитесь. Не только поселился, а там Закшина община. И там русские ребята живут. Он, правда, сейчас хочет менять место жительства. Потому что там бандитизм. Ну, Венесуэла. И у него украли три компьютера. Там была его последняя книга. Ну, в общем, тоже это, конечно, безобразие и ужасно. Когда человек пишет книгу, а у тебя воруют еще и компьютер, где она написана лежит. Так что он будет оттуда, видимо, и выезжать. И отступление про учителя Нам Кайнорбу и мои совпадения с ним. Это мы с чего? Про сон, да? Про сон. Как я заснул. Хорошо. Если кто-то хочет еще поделиться, какие-то мысли, вопросы, переживания, пожалуйста. Да. Кто? Вы? Прошу. Самочувствием все в порядке было. Скорее, утром возникли некие противоречия, связанные с тем, что все-таки большую часть жизни – это… мною движут желания, наверное, и поразмыслив, пришел к тому, что если желания не будет, то, собственно, получается и смысл в жизни теряется. И вот с этим противоречием пытался как-то бороться, а потом просто в течение дня как бы суета все это растворило. Вот такие у меня выводы. Так вы разрешили противоречия? Они как-то ушли сами собой. То есть пока, видимо, не достиг того, чтобы отказаться от желаний совсем. Но вот мысли такие посещали. Да, я понял ваше замечание. Спасибо большое. Это глубокая мысль, которую вы высказали. Спасибо. Действительно, это противоречие, неразрешимое вроде бы для человека. Тут ведь вот в чем дело. Вы говорите отказаться от жизни совсем. Да? Если… Ну, так скажем, в текущий момент, если неизвестно, наверное, улучшение. Да. Желание. Счастливый. Да, с этим согласен. Согласен с тем, что отказаться от желания – значит отказаться от жизни. Но вопрос – от какой жизни? Ведь жизнь же бывает разная. Если вам нравится та жизнь, которую вы ведете, то ничего отказываться не надо. Вам вообще никакая практика не нужна. Практика ведь меняет человека, меняет его жизнь. Так? Ну, серьезная практика, глубокая. А почему человек вообще ныряет в практику-то? Почему он начинает искать? Потому что ему похреново. Нет другой причины. Если человек счастлив, и у него все замечательно, что ему еще нужно? Ничего. И пока он не наживется этой счастливой жизнью, она закончится. Жизнь же полосатая вещь, вы знаете. Это просто запас благой кармы, которую человек накопил. Она выражается в том, что у него все хорошо. В семье, на работе, здоровье нормальное. Ну и вообще, интересно, хорошая жизнь. Он накопил запас хорошей, благой, белой кармы, как ее называют. Карма же бывает черная, бывает белая. Это белая карма работает. Но она не бесконечна. Когда запас кончится, опять пойдет кривая вниз. Это же вот так вот идет, волнообразно. Поэтому если вам хорошо, то ни от чего отказываться и не нужно. Но если вы все-таки сидите здесь, значит, что-то вас сюда привело, значит, какой-то запрос, поиск есть, значит, вас не удовлетворяет все-таки та жизнь, которая у вас есть. Так это или нет? Это так. Желание вообще естественная вещь для человека. Поэтому бороться с желаниями глупо, я считаю. Мы же об этом уже говорили. Их можно задавить, загнать. Ну, я не знаю, читали отец Сергия Льва Толстого. Согрешил с этой девушкой. То есть, простите, до этого. Почему палец это отрубил? Согрешил с девушкой, монах. Причем не просто монах, а святой отец, как бы к нему народ шел. Ну, почитайте, хорошая вещь, сильная. И фильм был, экранизация. Так что они делали-то, эти монахи? Они свое желание загоняли. Загоняли. И приходилось пальцы рубить. Ну, это что, это разве путь? Ну, один палец отрубил, два, а потом что, уже руку надо пилить? Нужно мудрее быть. И нужно с желаниями работать творчески, интересно, эффективно их изживать. Но понимать, что ты их изживаешь. Осуществлять их. Добиваться желаемого быстро. Потому что жизнь не бесконечна. И когда ты осуществишь твои желания, но у тебя еще останется запас времени и сил, вот это время жизни для практики. Вот тогда начинается практика. Потому что тебя уже не рвет, не тащит туда и сюда. Ты уже наигрался и в это, и там, и попутешествовал, и книгу написал, и любовь у тебя была или есть. Ну, и так далее. Что тебе нужно? Всем же нужно разное. Но у тебя еще есть запас времени и жизни. А что тебе делать в этой ситуации? Тебе остается только заниматься практикой. И тогда человек действительно все свои силы вкладывает в практику. И, соответственно, результаты у него бывают. Поэтому я предлагаю, если вы молоды, то заниматься практикой сейчас умеренно. Но больше внимания уделять изживанию желаний. Потому что это рвет. Если вы будете и делать то, что вы хотите, и в то же время пытаться заниматься, ну, какими-то формами, не аскетизма, но, понимаете, противоречия в душе человека. Человек всегда есть между тем и тем. Потому что Иисус же говорил, я не от мира сего. Он же не просто так это говорил. Не от мира сего. Вы вдумайтесь. Что такое мир сей? Это желание человеческое, страсти. А я вам принес весь благую, учил людей Иисус. Я пришел от Отца своего Небесного. Не от мира сего. Вот он что говорил. Поэтому этот разрыв, он есть, да. Между тем и этим. Но он есть только в начале. Когда видение ваше еще несовершенно, когда вы рвете небо и землю, потом приходит синтез. Но этот синтез – это результат практики. Он не наступает сразу. Когда небо опускается на землю, и нет различия между верхом и низом, все становится одним. Состояние недвойственности или единства, о чем мы вчера с вами говорили и пробовали что-то делать с этим. Понимаете, как это все работает? Человек сложная, сложная штука. И жизнь тоже не поле перейти, как говорится в русском народе. Хорошо. Пожалуйста, кто еще хочет что-то нам сказать, поделиться, прошу. Есть еще? Если ничего нет, тогда мы начинаем уже, собственно, сам тренинг. И первая наша тема – это нисходящий поток. Ну, большинство из вас читали, наверное, мою книжку «Остриокунт» и там о потоке сказано. Я только самые важные вещи сейчас озвучу, самые принципиальные вещи. Что такое нисходящий поток вообще? Это энергия, которая идет сверху. Ну, сверху вот оттуда, с неба, с потолка. Она подобна солнечному свету. Свет же идет тоже как бы сверху, получается, на нас. Она подобна дождю. Дождь тоже падает сверху. Вода дает жизнь, влага. Без воды не было бы жизни. Без солнечного света тоже не было бы жизни. А без потока нет духовной жизни. Потому что это более тонкая энергия, даже чем солнечный свет. Она дает духовную жизнь. Вот что такое нисходящий поток. Все люди, когда они молятся, обращаются к Богу, к небу, во всех традициях, во всех странах они делают вот так, наверх. Почему наверх? А что, внизу Бога нет? Бог же везде. Но почему-то наверх. Потому что они тянутся, как цветы тянутся к солнцу, так же люди тянутся вот к этому потоку нисходящему. Поэтому молятся наверх. И Бог, Боженька, живет на облаках. Нужно понимать, что вот наверх и вниз – это понятие условное. Что значит наверх? А в Австралии человек ручки куда поднимает? Если мы туда посмотрим вниз, на Австралию, так он же вниз их поднимает, с нашей точки зрения. А с его точки зрения мы их вниз. Какая-то ерунда получается. То есть он нисходящий-то для нас, а в Австралии он будет какой-то другой. Бред. По отношению к Земле, к планете. По отношению к планете. Так ведь если просто так логически подумать, то он отовсюду идет. Это поток, который идет отовсюду. Он просто идет из пространства, из космоса. А нисходящий, потому что его удобнее принимать, находясь в нашем полушарии, и повернув голову и руки вверх. Вот и все. Поэтому это очень условно, что он нисходящий. С нисходящим потоком работал мой учитель Тоша. С нисходящим потоком из известных мастеров работал Шрио Рабинда Кхош. Кто знает, хорошо, кто не знает. Шрио Рабинда Кхош – это великий учитель 20 века, который, вернее, не он построил, а мать его сподвижница построила единственный в мире город йогов. Называется Ауравиль. Он находится в Южной Индии, в штате Тамилнаду. Это большой проект. Был сделан при поддержке ЮНЕСКО. Уже давно, в начале 70-х годов. Там есть огромный матрумандир, белый шар, гигантский совершенно для медитации. Он стоит в джунглях на берегу океана. Потрясающая конструкция. Это работали серьёзные люди. Французский архитектор делал. Там целая команда делала. Там стоит кристалл в центре этого матрумандира. Это абсолютно такой цельный шар, гигантский. Сверху есть отверстие. Отверстие попадает в солнечный луч. Он идёт вниз, идёт в этот кристалл. Шар. Кристальный шар, большой. И кристалл рассеивает мягко свет по всей внутренней поверхности. Поэтому такое вот там интересное. Продумано всё. Специально сделано для медитации. И там белого цвета всё. Те дают белые тапочки, белую одежду. И там нельзя разговаривать. Такое интересное место. Необычное. То есть медитация там идёт. Там живут русские в этом городе. Ну, не все, конечно, русские. У меня там есть. Володя Яценко такой санскритолог. Он уже там 20 лет живёт. Несколько русских там человек живёт в этом городе. К сожалению, сейчас трудно стало попасть в этот матру-мандир. Это неправильно, потому что это искажение идеи. Это же для человечества проект был сделан. 120 стран, 124 страны давали деньги на Ауравиль вообще. А теперь там, в общем, они типа, ну, мафии, как обычно. То есть в этот шар нужно там по записочке ждать. Ну, в общем, бред такой. Я ещё был давно, в конце 90-х, ещё можно было как-то сказать, что Володю знаешь. Володя провёл, короче. А сейчас надо как-то записываться. Ну вот. Вот это Аурабинда Хош. Он был очень большой мастер. У него 45 томов сочинений. Какие-то книги, я не знаю, лежат у тебя, да, Аурабинда. Вот, можно познакомиться. Он работал с нисходящим потоком. Он называл это супраментальный поток. Он считал, что вот этот поток, он изменяет сознание человечества. Ни больше, ни меньше. И не только сознание, но и само физическое тело изменяет. То есть он же проходит, входит в тело, и тело начинает меняться. Оно становится божественным. Ну, не сразу, конечно, степенно. Это такой процесс эволюции. Он с этим работал, был интересный такой, нетрадиционный мыслитель сам, йог. И его школа, есть центры в Москве, в мире. Не знаю, есть ли у вас здесь представители. Может быть, и есть. Ну, интересная такая школа с Аурабинда. Вот он работал с нисходящим потоком. И мой учитель Тоша тоже с ним работал. Хотя он никак не был связан с Аурабинда. Ну и другие люди, я просто вам называю два имени. Ну, третье еще имя могу назвать. Был очень интересный американец, мистик, просветленный человек. Прожил долгую жизнь, около ста лет он. В Ютьюбе есть ролик, я нашел с ним документальный. Зовут его Фрэнклин Мэрл Вольф. У тебя есть его книжка? Фрэнклин Мэрл Вольф. Да вон книжка лежит. Да вот, тут все книжки самые лучшие лежат на столе. Никуда ходить не надо. Юра у вас молодец. Он вас не забывает просвещать. Ну, правда, другая книжка, не эта. Про поток. Про поток называется «Путевые измерения» по-русски. Где он так и называет его «Поток». Глава есть у него «Поток». Я открыл, вообще не повел своим глазам. Он описывает то, чем мы занимаемся с Тоши. Хотя он жил, ну, он долгую жизнь не жил. Но вообще он описывает события 30-х годов, как с ним это произошло. Как к нему пришел поток. Как с ним случилось откровение, просветление. Очень здорово так вот. Но он занимался Адвайта-Видантой. То есть он и лекции читал. Хотя он был такой, типа, отшельник. У него был дом в горах. И он прожил большую часть жизни. Пытался там создать какую-то общину. У него не получилось. Но у него тоже интересная жизнь. Он настоящий такой подлинный человек. В Америке есть люди, ну, такие, не поверхностные, а глубокие. И вот он один из них. Интересный мастер. Можете почитать его книжку «Путевые измерения». Она все есть в интернете, по-русски можно скачать. Вот он работал тоже с нисходящим потоком. Но я думаю, что хватит вам имен. Когда мы с Тошей столкнулись с этим нисходящим потоком, это, конечно, для меня была полная революция. Потому что это просто выбило меня вообще. Из привычной реальности сразу. Это же энергия, которая шла, ну, как бы сказать, задарма, что ли. Вот просто сверху вот идет и все. Но это было бы благодаря Тоши. Потому что включает в этот поток человек, как правило. Бывают редкие случаи, когда поток сам приходит тебе без посредника. Бывает и такое. И вот к Мэрелу Вольфу, кстати, он пришел так, просто сверху. А я обязан Тоши, конечно. И передается он по таким человеческим цепочкам. То есть тебя как бы включили в розетку, ты-то включаешь дальше, и пошла вот эта цепь. У Тоши называется это «звездная сеть». У него такой есть термин в его «сутре короны» — «звездная сеть». Это вот и имеется в виду. Именно сеть, подключение, цепочки подключения. В Индии это называлось парампора. То есть линия передачи. Не только знаний, информации, а энергии. Поэтому парампоры такие драгоценные, священные вот эти цепочки передачи знаний от человека к человеку, от мастера к ученику, дальше к ученику. Из поколения в поколение все это идет. Передается энергия, не только слова. Вот что. Вот почему это сакрально, почему это тайно. Почему это берегут. Потому что энергия — это больше, чем деньги. Деньги можно заработать. Да пойди, поток заработай. Где ты его возьмешь без мастера? Или без милости сверху? Это же такие вещи. Нисходящий поток. У него есть правила свои, свои законы. Мы эти законы не прочитали в книжках. Мы их выяснили в практике своей жизни, столкнувшись с потоком. Ну, первое и самое главное правило — поток нельзя тянуть. Потому что, когда человек начинает его чувствовать, он начинает идти, его хочется вот так вот сделать. Вообще схватить и не отпускать. Потому что это золотой дождь. У тебя весь организм, весь все твое существо вообще хочет его пить. Это как будто ты в пустыне вообще идешь без воды. И вдруг ты видишь, что вот тебе несут, пей сколько хочешь, дорогой, родниковой воды. Вот такое состояние. И, конечно, хочется пить, пить и все. Но так же, как человеку, когда он умирает от жажды, нельзя давать пить много. Вы знаете, он сразу умрет. То же самое с потоком. Его нельзя, он дозированно идет. Вот это вот давление, про которое вы говорите, это ваш организм сам дозирует поток. Потому что тело мудрое у человека, есть мудрость в клетках прямо. И поток тоже ведь он разумный. Это не просто там что-то хлещет сверху, как водопровод прорвало. Поток — это разумная энергия, сознательная. Причем уровень сознания потока выше человеческого. Он более разумный, мудрый, знающий. Это в чистом виде вот разум, который выражается вот в этом нисходящем потоке. Космическое сознание. Ни больше, ни меньше. То есть это живое окно, живая дверь туда, наверх. Но тянуть это нельзя. Что такое тянуть? Тянуть это вот вцепиться и не отпускать. И давай еще больше. Жадность. То есть просыпается в человеке жадность. Ну как будто денег кучу нашел на улице. И начинаешь сгребать. Уже некуда грести, а ты все гребешь и гребешь. Вот так получается. Значит, нужно делать совершенно противоположную вещь на самом деле. Нужно потоку отдаваться, раскрываться на него, становиться пустым и чистым проводником его. А это не вот это движение хватающее. Это вот это движение, другое. Вот цветок, который я показывал. Это движение ты делаешь внутри себя. Движение ты делаешь в психике, в сознании. То есть ты потоку себя отдаешь. Если ты, конечно, ему доверяешь, вообще хочется с этим работать. Тебя же никто не неволит. Не хочешь жить без потока? Ради бога. Все живут без потока. Но уж если ты вступаешь на этот путь, значит, ты сознательно должен учиться быть его проводником. Какой самый хороший проводник, самый лучший? Чистый и пустой. Пустая трубка, бамбук, флейта, божья флейта. Гамлет, помнишь, я говорю? Я божья флейта, божья дудка. Вот символ потока. Бамбук, он пустой внутри, полый. Такое удивительное растение, пустое внутри. Его используют в монастырях дзен, когда лупасит учеников по точкам, чтобы они просветлели быстрее. Используют бамбук. Так вот, бамбук это символ проводника. Что такое проводник? Проводник это человек, который подключен к потоку, через которого поток идет, меняет этого человека, очищает его и передается дальше. То есть выстраивается следующее звено этой цепочки. Поток можно передавать разными способами, и вообще он используется по-разному. Но, скажем, вот мы, Тоша учил нас лечить людей с помощью этого потока. И я вам говорю, что я 20 лет работал как целитель. Это практическое применение. То есть у меня была просто профессия. Поток, Тоша, это мне дали хлеб просто. Это работа, я работал, делал ее, старался делать ее честно. Хотя работа тяжелая. Целителем быть нелегко. Я болел сам там, и все. Вот это вот такое применение потока. Но это не единственное применение потока. Мы в потоке делали много вещей, но экспериментировали, скажем так. Мы танцевали в потоке. Мы занимались боевым, вот этим искусством хейки. Пытались разрабатывать такую школу свою. Ну, громко сказано, школу. Мы не пошли в эту сторону. Но поняли, что поток можно использовать как оружие. Очень сильное оружие. Удар в потоке бесконтактный. Мы же бесконтактно наносили удары. Может быть, ну, не смертельным, но с ног я вот Сережу тогда сбил. Он упал. Я сам испугался. То есть я не знал, что такие вещи вообще можно делать. Собственно говоря, применений у потока неограниченное количество. Вы можете в потоке просто жить. Вы можете готовить в нём еду в потоке. Еда ваша будет заряжена этим потоком. Он же проникает через вас в еду. Еда становится более вкусной, более питательной, более лёгкой. Ну и так далее. Всё что угодно. Вы можете с ребёнком общаться в потоке. Дети это чувствуют моментально. На поток приходят первым делом дети маленькие. Если родитель или кто-то из гостей, друзей в доме в потоке, ребёнок сразу придёт. Он просто как кошка сядет рядом, будет просто рядом. Да, дети и кошки. Вот дети и кошки. Кошки вообще удивительные совершенно существа. Но они, я вот в новой книжке, у меня даже глава про кошек есть маленькая. Кошки потрясающие. Незаром египтяне молились кошкам, храмы им строили. Кошки совершенно божественные существа. Потому что на поток кошка всегда придёт и никуда не уйдёт уже вообще никогда. Потом кошки вообще лечат, даже без потока. Вы знаете, что когда болит что-то, кошка придёт, ляжет и будет это место лечить. Собаки так не делают, никто так не делает. А? Кошка лежала на голове. Ну, значит, надо молиться кошке, давайте строить храм кошки. Будет у нас тут в Екатеринбурге громадный котя, рабовим всем молиться ему. Ну вот, у нас тоже были интересные случаи. Я отдавал, когда тренинг в Латвии. Там есть такая священная роща, языческое, старое место. Это был на хуторе сам тренинг, но ретрит был, не тренинг, ретрит. И мы пошли километра три от хутора, значит, вот в эту рощу, там тоже медитировали, всё. А кошки, знаете, они не уходят из дома обычно. Ну, далеко не уходят. А они, смотрим, три километра за нами топают два кота или три-два. Три километра протопали, понимаете? То есть это поток, группа, поток, они чувствуют энергию кошки. Такие ребята хорошие. Так что с кошками вы, пожалуйста, ну, как бы внимательнее. Что ещё можно сказать про поток? Значит, правило вот это первое, не хватать, не тянуть его. Наоборот, вот это отдающееся внутреннее движение нужно с ним отработать. Второе правило, которое с потоком обязательно соблюдать, нужно не использовать его в корыстных эгоистических целях. Это так вот легко сказать, потому что все цели на самом деле у человека корыстные, эгоистические. Все. Других нет. Но речь идёт, конечно, о таких грубых корыстных целях. Я не знаю, с помощью потока выиграть в лотерею. Можно, кстати, но нельзя. Потому что будет плохо. А соблазнить женщину тоже можно, легко. Но нельзя. Запрещают правила игры. Будет плохо. Вам, женщине, всем. Не дай бог. Можно человеку наслать болезнь с помощью потока. Легко. Можно убить человека с помощью потока. Сложнее. Но можно. С помощью потока можно говорить всё, что угодно. Это волшебная палочка. Волшебная палочка нужно очень осторожно. Я не буду вам анекдоты про золотую рыбку рассказывать. Вы их сами знаете. Это надо иметь в виду. Я понимаю, что не у всех из вас будет контакт такой силы с потоком. Он может быть. Может быть сразу, может быть с годами. Ведь поток с каждым играет в свою игру. У каждого человека эти переживания по-разному. Даже солнышко все по-разному чувствуют, видят и так далее. Поэтому у каждого свои личные отношения с потоком возникают. Источник всех потоков. Поток на самом деле как устроен. Я много лет вообще расшифровывал эту загадку. Что такое поток? Как он работает? Источник потока один. Это океан космической энергии, который разлит во всех галактиках, во всех мирах. Но есть определенные структуры, которые его собирают. Как коррегационная система. Вы знаете, воду отводят от реки и пускают по каналам. И она орошает поле. Вот так же работают мастера, школы, традиции. Они отводят как бы такой отвод, что ли, от этой реки огромной. И пускают его по этим каналам. И он орошает учеников. Вот примерно так. Образно можно это нарисовать. Я понял, что вот так это работает. Итоша, например, мой учитель, он был один, что ли, краник этого потока. Есть другие краники. Они разные по вкусу, эти потоки. Например, если вы зайдете в христианский какой-то храм, есть очень сильные наши церкви, вы знаете. То там будет энергия. Она одного как бы вкуса. Если вы поедете, ну скажем, в Бурятию и пойдете в буддийский датцан, там тоже будет энергия, но она будет другая. Она будет спокойная. Буддийский поток спокойный. Потому что Будда учил людей покою. Христос не учил людей покою. Он учил людей любви. И он учил людей сражаться. Он сказал, не мир я принес, но меч. Помните в Евангелии? Христос воин. Энергия другая. Другая энергия, по ощущениям, поток. Источник-то один. И религия по другому. И религия другая, и дела другие в этой религии. Совсем другие, разные. Вот, например, в буддизме не было ни одной войны. То есть буддисты не начинали в истории. Хотя буддизм старше христианства на шесть веков. Ни одной войны буддисты не начинали. Их убивали, да. Но вы знаете историю Тибета последней. Я говорил, убито полтора миллиона человек. Они буддисты. Их убивали. Они никогда никого не убивали. Они мирные. Буддизм – религия мира. Он не проповедует любовь. Он просто ее делает. Вот что такое буддизм. А в христианстве убиты тоже миллионы людей. Замучены инквизицией, крестовыми походами и так далее. Это почище Гитлера. Потому что это систематический геноцид, уничтожение людей, прикрывая словами о любви. Понимаете, что такое христианство? Надо видеть эти вещи. Я не говорю, что христианство плохое. Нет. Оно хорошее. Но миллионы людей, зарытых в землю, это как? Сожженных на кострах. Запытанных до смерти женщин. 16 тысяч ведьм было сожжено в средневековой Европе. Невинных женщин. 16 тысяч. Вы понимаете, что это такое? Так что потоки, они потоками. Но людские делишки, они людскими делишками. Остаются грязными и страшными. Зачастую. И они тоже подпитываются. И темные силы тоже имеют потоки свои. И очень мощные. Огромные силы. Потоки. То есть, опять же, источник один. Он универсальный. Он не светлый, не темный. Он для всех, как солнце светит. Но с помощью солнечного света живет и Гитлер, и живет и Будда. Все ходят под одним и тем же солнцем. Вы понимаете, что происходит? И когда человек использует темные силы или включен в темную иерархию сознательно, подписал договорчик и работает на темных, ему дается сила. И сила иногда немалая дается. Огромная сила. Может даваться. Тоже ведь поток. Да, поток. Но какой у него вкус-то? У него вкус-то холодный. Темные потоки холодные. А светлые потоки темные, теплые по ощущению. Вот и разница. Если от человека идет сила, но холодного качества, темная сила, значит, человек может иметь силу и поток иметь. И подключить может. И работать может, вписать, что называется. Чтобы вы дальше подключали. Схема-то одна у всех. Подключать дальше. Но на кого вы работаете? Поэтому нужно это иметь в виду. И различать эти вещи. Это не так легко в этом разобраться. Я-то всю жизнь этим занимаюсь. А для вас это может быть вообще первый раз. Вы слышите об этом. Поэтому аккуратнее с этим, осторожно. Поток — это энергия. Энергия — это сила. Это оружие. Можно лечить людей, можно мочить людей. Тем же самым потоком. Поэтому я вас не пугаю, но просто говорю об ответственности. Вообще поток на самом деле дается для практики. Его главное назначение. Потому что людям практику делать без энергии нельзя. Ничего нельзя делать без энергии. Но для практики нужна особая энергия. Она должна быть чистой. Эта энергия. Она должна быть высокой по вибрациям. И вот поток как раз — это вот та энергия. Потому что на Земле тоже есть энергия. Есть энергия Земли. Есть энергия людей, пища там и так далее. Но она грубая. Она для практики. Ну для каких практик? Вот смотрите, например, шаманы. Все шамансы. А шаманы в любой культуре есть. И у нас есть, и везде. Они используют энергию Земли в основном. Энергию Земли. Мать Земля. Да, они поклоняются Земле, любят её. И Земля даёт восходящий поток. Был вопрос о восходящих потоках. Энергия Земли, она идёт снизу. Соответственно, куда она идёт? Она идёт вверх. Человек вбирает энергию Земли через ноги. Она тоже нужна для жизни. Без энергии Земли мы не можем жить. Поэтому я вот, например, хожу босиком. Но сейчас в носках здесь пол очень холодный. Вообще я всегда хожу босиком. Потому что энергия Земли. А мы блокированы от Земли асфальтом, бетоном. Понимаете? Поэтому при первой возможности, вот сейчас солнышко пригреет, снимайте ботинки, носки, ходите по Земле. Тем более, живя в городах. Где только есть травка. Найти надо Землю, да. Ну, в Сибири. В Сибири много. Давайте в Сибирь. По Земле надо ходить ногами. Надо пить эту энергию, вбирать её. То есть поток идёт сверху, а энергия Земли идёт снизу. Если только на энергии Земли, что называется, сидеть, то это будут, ну как вот, шаманы. То есть это примитивные, такие силовые культы. Ну, когда человек ещё был примитивным. А поток, идущий сверху, это божественный. Что происходит в теле человеческом? Поток, который идёт снизу, он открывает нижние центры, потому что он идёт-то снизу. Нижние центры идут вот так вот в теле. Да, начинаются от копчика. Вы знаете, там есть муладхара. Но я вам про чакры не буду рассказывать, вы знаете все про чакры. А верхний поток, он входит когда в макушку головы, он же сначала открывает верхние центры, правильно? Что такое верхние центры? Верхние центры, это сначала тысячелепестковый лотосархасрара. Вот у Будды, видели такая здесь шапка, как шишка на скульптурах? Корона. Это сархасрара. Значит, он входит сюда, он открывает, а этот центр божественный в человеке. Вот он, тысячелепестковый лотос, интуиция. Вырабатывает энергию отжас. Называется отжас. Потом он идет сюда, дальше, трикута чакра, аджина чакра, мысленный центр. То есть поток сразу проясняет сознание. У человека открывается мысление, видение, проясняется сознание. Интуиция начинает работать. Вот что делает нисходящий поток, входя в голову. Куда он идет дальше? Он идет в горло, центр горла, вишудха чакра. Значит, открывается речь. Человек может начать говорить, петь и так далее. Выражать себя. Потом сердце, он входит в сердце, у человека открывается сердце. Следующее. Значит, человек начинает любить. Он способен любить, когда сердце открывается. Анахата, сердечный центр. И вот нисходящий поток обычно у людей, как правило, доходит до сердца. Уже меньше гораздо, у кого он спускается ниже, до мулатхара чакры, солнечное сплетение, центр силы. Мулатхара чакры, управление людьми, это контроль, это сила, ну, много чего. Энергия огня, да. А? То есть, извини, за что я говорю. Манипура. Спасибо, поправил. Центр Манипура. Власть. Вы просто скажете человеку, иди там, сделаю. Он идет и делает, не понимает, почему. Манипура у вас работает. Вот так. Это тоже искусство здесь начинается. Вас начинают ловить на власти. Да, она же сладкая власть над людьми. Вон, посмотрите, что у нас в правительстве происходит. Да, рокировки вот эти. Люди не могут отказаться от власти. Это еще Хрущев говорил, что в жизни есть два удовольствия. Власти женщины. Удовольствие с женщинами проходит с годами, удовольствие от власти не проходит никогда. Хрущев был не дурак. Так вот, Манипура – это власть. Если поток спускается ниже, открывается сексуальный центр. Ну, это, вы знаете, вообще труба. Когда открыт сексуальный центр, и он пашет, он работает, и там много силы, то человек становится кем, да? Не знаете кем? И лучше и не знать. Но активным очень у него становится сексуально привлекательным. Маньяком может стать. Вариантов много. Может стать красавцем или красавицей. Сексуальная энергия проснулась в человеке. Сила. Где-то рождение у женщин. Ну, вот так вот по центрам мы прошлись. Ну, у Муладхара – это опять же связь с землей. Это корень, основа, опора. Если он дошел до низу, нисходящий, и вышел в ноги, он соединился с энергией земли. Значит, иногда бывает в практике, что вы начинаете чувствовать оба потока сразу. Один идет сверху, а другой поднимается навстречу ему снизу. Что делать? Меня иногда спрашивают. Я советую, это мой личный совет, соединять оба потока в сердце. Или в манипуре. Лучше в сердце, вот здесь. То есть, чтобы они прошли вот так вот. Вот так. Понимаете? А вот не вот так? Не вот так? Нет, вот так. Потому что тот идет снизу, а этот идет сверху. Они проходят друг сквозь друга вот здесь, встречаются. Они просто проходят. Вот так вот проходят. Они не нравятся. Значит, смотрите. По мере практики поток теряет направление. С практикой приходит такое состояние, когда вы не можете сказать, что это нисходящий поток. Не можете сказать, что он восходящий. Это поначалу эти игры. Сознание разделено, расколото. Поэтому есть двойственность. Есть плюс и минус. Верх и низ. Когда сознание приходит к состоянию единства, просто поток. Он отовсюду идет. Я же сказал вначале, как в Австралии снизу. Он отовсюду идет. И у вас нет переживания, что нижний, верхний. Он просто сдувает. Это просто волна, которая поднимается, и она отовсюду идет. Вот что происходит. Но это не сразу. Это последовательно. Про нисходящий поток. Ну, вроде я основные вещи я вам сказал. Мы сегодня будем делать практику круг помощи. Практическая работа с потоком помощи. Так что подумайте, кому, кто хочет получить эту помощь. Ну, мы всех не сможем, конечно, посадить в центр, но несколько человек мы пропустим сегодня. Нет. Нет. Нужно, чтобы сидел живой человек, а не призрак. потому что в 90-х годах я видел в Питере на одном подъезде замечательное объявление. Там было написано, сегодня состоится сеанс медитации. Занятия проводят учителя в тонких телах. Вот такие были, да, объявления в 90-е годы. Мы не будем играться с призраками и много живых, нормальных людей, им нужна помощь. Мы им поможем. Ну, не с призраками, а я имею в виду того, кто здесь нет, кого нет. Но до круга помощи мы поделаем еще другую практику с потоком. Сейчас я вам так теоретически основные вещи какие-то рассказал. Но еще там много нюансов, конечно, всего так не расскажешь. У вас есть какие-то вопросы, мысли? Прошу. Микрофончик только где у нас? Ребята, выберите его о том, мне надоело уже его носить всем. Вот давайте его куда-нибудь положу туда и вы его берите, когда хотите сказать. Нет, держите просто в руке. У меня следующий вопрос. Вот, допустим, от мастера получил посвящение. Вот есть, значит, крещение, тоже обряд посвящения, да? Есть от какого-то мастера, от учителя прошел посвящение. Как дружат друг с другом эти потоки и вообще вот сколько можно проходить таких вещей? Сколько посвящения нужно? Да? Лучше. Да, я понял вопрос. Как они дружат? Как они дружат. Я вам просто расскажу, как пришел поток к Тоши. Это интересная история. Тоши не был православным христианином, но он верил в Христа. У него даже молитва Христу есть написана им самим сочиненная. Очень красивая. Вот. И я молился Христу в то время, когда я с ним учился у него и так далее. Но в то же время он был и йогом. Он больше был йогом все-таки. Но в нем все это сочеталось. А поток к нему вот как пришел. Он же любил жить в лесах, я вам рассказывал. Уходил просто с палаткой. Да и без палатки просто. Вот. И он как-то был один в лесу под Питером. У нас есть такой Карильский перешейк. Начало Карелии. Очень красивые места. И там есть такая река Сестра. Она впадает в Финский залив. Там есть такой город еще Сестрорецк на этой реке. Сестрорецк, да, пригород Питера на север. И вот, ну, то, что было не в городе, то, что был на этой реке, с палаткой стоял один. И он рассказывал, что ему пришло в голову креститься самому. Не в церковь пойти креститься, как все ходят, а просто войти в реку. Как это было в древности, да? Иоанн же начал крестить народ еще до Иисуса. Вы знаете эту историю? Даже картина есть, да? Явление Христа народу Александра Иванова. Там Иоанн креститель крестит народ в реке просто Иордан. просто в реку водой. И то, что точно так же вошел в эту речку сестру. Ну, там никого не было, это по рассказу. Никто не видел, как это было. И после этого на него не зашел нисходящий поток. Вот после этого ритуала. Вот так. Так, я не знаю, как это, понятно? Без церкви. Ну, вот поток, да, вот пришел к нему, но вот он пошел через христианский фактический обряд не в церкви, но по сути-то, да, крещение водой, огнем. Иисус, когда пришел, он сказал, я буду крестить вас огнем. Иоанн вас крестил водой, то есть посвящал, да, а я огнем вас буду. Ну, вот. Сколько брать посвящений? Да нисколько не берите. Зачем вам коллекционировать посвящений? Это, знаете, есть такое психическое расстройство, называется по-английски guru hunt, охота за гуру. Люди, когда приезжают в Индию, у них едет крышняк, у многих. Вот. Они ищут гуру. Нормальное чайское желание в Индии найти гуру. Для чего вообще Индия нужна? Да, зачем в Индию ехать? Гуру, гуру давай. Вот. Они берут такой большой сачок, начинают носиться по этой большой грязной стране в поисках гуру. Нашли хлопу этого гуру сачком. Все, не уйдешь. Давай, выдавай все, что знаешь. А русские особенно наглые в этом. То есть европейцы, они как-то еще так поинтеллигентнее. А наши прямо за бороду, ну давай, хатабыч. Давай, хатабыч, выкладывай. Какой? Не, русские хуже. У меня друзья от русских не уйдешь живым. Никакой гуру от русских еще живым не уходило. У меня москве... Да, пожалуйста. Восточная традиция передачи дикши это ведь по сути тоже нисходящий поток, да? Ну, в Индии нет такого термина поток, это как бы русское слово и английское, потому что флоу это американское. Там называется это шактипат или шактипата, правильно говорить шактипата. Потому что шактипат это хинду, уже хиндуизированный вариант санскритского. Это что такое шактипата? Шакти это энергия, женская энергия божественная, шивы, шакти. А пад это падать на санскрите. Один корень, то есть русский это же санскрита произошел на самом деле, близкий. Так вот, это что получается? Падающая шакти, спускающаяся женская сила сверху. Вот что такое шактипата. И шактипату дает во время обряда дикши, учитель гуру, правильного говорителя. Это тот же самый поток. Я говорил об этом в Индии с Вангханди. Он описан у меня про строительство сознания. Живой мастер. Большой очень мастер. Настоящий, подлинный. Один из немногих, которых я встретил. настоящих. Дай бог ему долгой жизни. Он сказал, что я его спросил про шактипату, ну про то, что он не рассказывал. Он и так все видит. Он говорит, редчайшая вещь, редчайшая, чтобы вот получить шактипату. Даже от гуру в Индии вот сегодня реально это, говорит, нереально. Ну бывает. А я говорю, вот у меня был такой. Он говорит, ну типа повезло. Потому что у нас-то это, как говорится, по пальцам пересчитать. Вот. Да, так я вам хотел рассказать просто смешную еще байку про москвичей, как они гуру в Индии искали. Поехала команда молодых, горящих москвичей искать индийского гуру и хватать его за бороду и трясти кверх ногами. Вот. Ну а как в Индии гуру найти? Там полтора миллиарда человек. Ну не все гуру, ну просто тебе скажут, а, гуру? Нет, гуру легко найти. А, гуру? Да пошли, вот тут за углом пошли. Проблем нет, да, садись, поехали. Вот тут один этот не нравится, другой следующий, поехали, да, давай деньги, поехали. Гуру-то найти легко, вы же понимаете. Так вот, они разработали технологию поиска гуру в Индии. Она довольно забавная. Да, класс. Русские вообще удивительные люди. Технология вот какая, раскрывая секрет великий. Приезжают они в какой-нибудь индийский городок, вот, находят там какую-нибудь компанию старичков почище, которые сидят где-нибудь, да, в центре города с газетками, там, чаек пьют индийский, масаву прихлебывают. Ну такие, местную интеллигенцию, какого-нибудь учителя там какие-нибудь, ну вот. Уважаемые люди как бы в городе. И вот они подходят к этой, значит, честной компании, интеллигентных индийских старичков. И все падают мордой вниз, вот так перед ними, а их там человек пять-шесть, вот так все валятся прямо. Старички в ужасе, они говорят, да вы что, ребята, типа встаньте, что вы? Они начинают при этом еще орать и биться. Да. Они кричат, гуру, гуру, давай гуру, вы знаете какого-нибудь гуру, пожалуйста, помогите, гуру отведите сейчас нас всех. Они настолько шалеют, индусы, вот эти старички, что они их поднимают, чекуем, типа, ребята, успокойтесь, все нормально. Не надо так радовать. И отводят их к гуру. То есть русское хамство и наглость. Да. Работают. Они хотят, они прямо мочат все. И они наши несколько интересных мастеров. Вот такой технологии. Загадочная русская душа. Вот давай гуру и все. Или вот тут сдохну, не встану вообще. Так что собирайте команду и поехали. Биться, поехали. Вот. Нисходящий поток. Хорошо. Есть какие-то, пожалуйста, еще у вас мысли, вопросы вот на эту тему. Это у нас сегодня первая важная тема. Занятия цигуна помогут в какой-то степени все-таки открыться или освободиться или тело свое подготовить? Цигун хорошая штука. Я очень уважаю. Я считаю, что из оздоровительных систем в мире две. Это йога, хатха-йога. Тоже, она же не одна, там же сотни школ внутри. И так же китайских сотни школ одного цигуна. Систем две. Это китайские оздоровительные гимнастики, тай-чи, цигун, да-ин и индийская хатха-йога. То есть сильнее в мире нету систем. Если вам нужно здоровье, красоту, молодость и так далее, ищите учителя, серьезно, ныряйте туда и работайте. Не надо это мешать. Они с разными энергиями работают. Китайцы работают с горизонтальными энергиями, индусы работают с вертикальными энергиями. Другой психический склад, те желтые, у них менталитет другой. китайцы работают с энергиями, которые стелятся по земле. У них движения все такие. А индусы стремятся вверх, они как штыки, поэтому они выходят на шиу. Очень много упражнений, которые соединяют вверх и вниз. Ну да, они хотят соединить вверх и вниз. Ладно, в общем, да, это помогает. Основные упражнения цигун, они действительно призваны соединить энергию космоса и энергию в земле. Да, я теоретически знаю, вы знаете, я просто не занимался цигун, я читал, конечно, книжки, очень все это люблю, но у меня не хватит жизни человека, чтобы все пройти. Я свою жизнь посвятил больше Индии, вы знаете, Тибету, Китай тоже очень люблю, но не занимался цигун, ничего не могу, у меня практики нет, я не знаю. Ну, я пытался там немножко, но не серьезно, а все-таки Индией я серьезно занимался и долго. Индусы, они устремлены вот туда, вот они к русским ближе в этом смысле, им нужно пробиться вот туда, прямо к шею, и нам так же надо, да, у нас тоже такая душа русская. Давай шевы и забордуем. А? Отличаются, разные они, да, и практики у них разные, но очень сильные те и другие. Пожалуйста, ребята, есть что-то по нисходящему потоку теоретически, пока мы это все обсуждаем, чтобы улеглось в голове, что называется. Ну, а у тебя тогда бывает, что ну, вы берёшься на это, да, и потом не спишь, там, куда её делать, не знаю, что ты уложишь. Не спишь, вот не ешь, ещё подсказывают. Прыгать на кровати, хороший вариант. Вы понимаете, да, хороший вопрос по делу, спасибо. Вы микрофон, да, говорите? Нет. Микрофон как-то выпуск, передавайте, что ли, я не знаю. Не надо его бросать. Хороший вопрос. Значит, смотрите, большинство людей в современном мире страдают от недостатка энергии. Большинство, подавляющее большинство. Людям не хватает энергии. Они измочаленные, они замученные, и они ищут, где вот любой там вот крайник ручеёк энергии, да. То, о чём вы говорите, это проблема избытка энергии. Это вообще-то счастье, на самом деле. Хочется её терять, и хочется как-то её, ну, не знаю, да, Ну, это зависит от того, что вы хотите, и какие у вас ценности, приоритеты в жизни. Но вы, вот, энергия вам для чего нужна? Чтобы потом можно было поделиться, что вы счастливы. Полетелиться с другими. Тогда употребляйте её, если она ночью на вас идёт поток, употребляйте её для медитации. То есть сидите просто в потоке. Понимаете, он становится со временем более тонким потоком. Вначале он идёт такой, ну, грубый, такой ломовой, что ли. Но если ты занимаешься, он становится сильным, продолжается становиться сильным, становится тонким. И вот тогда вот этого нет, вот бессонница там всей. Вы можете спать в состоянии потока. спать. Это такой лёгкий сон, он осознанный, и такое ощущение, что свет идёт через тебя во сне. Вот на это нужно выйти. А вначале, когда он начинает, он ещё толчками идёт, он пробивается. И вот тогда человека колбасит, он начинает на кровати прыгать там, и всем звонить, и, в общем, не знает, что с этим. Вот это у вас так. Значит, нужно работать над тем, чтобы он стал более тонким. Понимаете? А это вы, когда будете более тонкой, вы сможете воспринимать его более тонкий спектр. У него же там тоже есть диапазон частот в потоке. Вы сейчас настроены на его грубую часть спектра, поэтому вот у вас вот так вот. Он у вас на физику сейчас идёт поток. А нужно, чтобы он пошёл на психику, на сознание. То есть другую частоту просто подстроить свой приёмничек, вот там внутри, подкрутить ручечку, чтобы у вас пошёл такой тонкий-тонкий чистый поток. Тогда вот не будет этого расколбаса. Вы сможете в нём и спать, и медитировать, ну и, как говорится, жить уже. Днём тоже, да? Понимаете? Или непонятно? Практики, да. Мы будем сейчас прямо делать практики. Я просто хочу закончить наше обсуждение. Пожалуйста, есть ещё что-то по потоку? Да, прошу вас. Что вы можете сказать на тему аккумулировать эту энергию вот в Харе, допустим? Ну, собирать её. Ну, да, да, Харе. Оп, энергия. Ну, в Харе вы не будете направлять его никому, когда нааккумулируете. Я отвечаю на ваш вопрос. Нисходящий поток не надо копить. Копить. Да, есть практики, есть школы, которые копят энергию, накапливают её в теле человека. И китайцы, кстати, только они её низ, они не в Харе, да, они в Данте, они её накапливают. Там чаш, чаш, так вот. Нисходящий поток – другой принцип работы. Нисходящий поток – это бочка без дна. Вы. Вы бочка без дна. Вы бамбук полый, пустой. Источник энергии бесконечен в космосе. Бесконечное количество силы. Чем вы лучше её проводите, чем вы более пустая и чистая, тем больше её притекает. Тут другая схема. Копить её не надо. Если вы будете копить, вы будете ставить затычку. Я ошиблась. Это нижний поток копится в Харе. Ну так чего вы нам тогда голову морочите? Да, что-то я вам буду заморочивать. Нет, вопрос-то про копить или не копить, он существенный. Я говорю, что нисходящий поток копить не надо. Ему конца и края нет. Что копить-то? Копить надо, когда вы копите внутреннюю энергию, которая ограничена вашей аурой, вашим телом. Вот тогда её надо копить. А это что копить? Ты солнечный свет будешь копить? Или дождь-то будешь копить? Да нет. Ты можешь учиться его направлять. Солнечный свет же можно направить, сделать лупу. Или там какой-то, не знаю, оптический прибор. Направить его. Управлять потоком это другого, но не копить. Пожалуйста, есть кто-то ещё по нисходящему потоку? Прошу вас. Я же хотела сказать о том, что на одном из ретритов мне понравилось очень замечание или рекомендация больше человека, который нам принёс информацию. Он сказал следующее, что если вы почувствовали, что на вас пришёл поток, вот что бы вы в этот момент не делали, где бы вы ни находились, просто откройтесь и отдайтесь, потому что вероятность того, что он придёт вот в удобное для вас время, она мала. Поэтому пользуйтесь моментом и берите то, что открываетесь. Ещё вспомнила относительно, когда энергии много, читала книжку, и там была фраза о том, что вы, конечно, стремитесь к тому, чтобы как можно меньше спать, но подумайте о том, чем себя занять в это время, потому что маленький процент людей вообще способен занять себя на 24 часа в сутки. не хватает у многих людей, у разумения, чтобы это в нужное русло направить. Я тогда задумалась и поняла, что действительно спать – это благо такое, когда заняться нечем. Потом не решит вас на глубокую меньше спать, но времени совсем... 24 часа не будет. Если никаких вопросов и предложений больше нет, тогда мы сейчас займёмся практикой работы с нисходящим потоком непосредственно. Мы сейчас делаем медитацию на нисходящий поток. Помогает в этой практике открыть ладони наверх. Это можно сделать по-разному. Можно положить их на колени, если мы сидим. Если мы стоим, можно сделать вот так. Можно сделать вот так. Но идея в том, что руки открыты, ладони открыты наверх. Это помогает. Дело в том, что когда поток начинает идти, то в ладонях вы чувствуете тяжесть. Реальную физическую тяжесть в ладони тяжелеет. Это признак того, что поток пошёл. Когда он пошёл, не обязательно уже руки наверх. Вы можете их потом положить, скажем, вот так перевернуть. Или принять мудру и так далее. Но чтобы настроиться вначале на поток, очень хорошо открыть наверх ладони. Наверх нужно открыть не только ладони, нужно открыть всё ваше существо. Нужно открыть ваше сердце. Нужно открыть ваш ум. Нужно позвать поток. Не тянуть его, а попросить прийти. Как молитва. Очень важно открыть сердце. В закрытое сердце поток не придёт. И когда вы начинаете чувствовать, что что-то потихонечку как будто начинает сверху идти, ребят, я прошу потишины. Ребят, спасибо. Когда начинает потихонечку что-то как будто идти, вначале это может как будто кажется чуть-чуть, не уверен. Это нормально. Вот на это чуть-чуть нужно начать внутренне раскрываться. Это и есть практика, работая с нисходящим потоком. Научиться раскрываться. Вспомните этот цветок. Давайте представим цветок большой на голове, белый лотос. Лотос или другой прекрасный цветок. Что он у нас на макушке сейчас, вот солнышко светит, он раскрывается. Начинает пить как будто эту водичку, этот цвет. Раскрывается цветок у нас на макушке головы. Макушка открывается. Поток, ребята, светло-золотистого цвета. Цвет меда с молоком. Вот мед с молоком. Вот такой цвет потока. Вот сейчас он начинает идти на группу. Это можно чувствовать ладонями, как будто такое мягкое давление на ладони. Это ощущается верхушка головы. Значит, если давление помогать потоку раскрывать, я уже говорил, те места, где давит, открывать наверх. И дальше, чтобы он пошел по всему телу вниз, удерживать не надо. Сколько придет сверху, столько и уйдет вниз. И раскрывать буквально каждую клеточку своего тела. Вот как будто каждая клеточка пьет этот золотистый свет, наполняется, промывается, прочищается им. И поток уходит вниз, и сверху идет еще больше энергии. Вот сейчас давайте посидим в этом, в этом посидим, поработаем с этим. Научимся открываться, отдаваться потоку и проводить его. Молча сейчас посидим, поработаем с этим. Продолжение следует... Одну вещь еще все-таки хочу вам добавить. Если внутри у нас какая-то есть болезнь, слабый участок, больной орган в теле, вот это место потоку нужно подставить, раскрыть его, и поток будет лечить. Он будет промывать вот это больное место. Но это для тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, можно сейчас полечиться. У кого нет проблем, тогда всем телом пропускаем широко вот так, через каждую клеточку. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 , спасибо. 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 Медленный вдох через нос до конца. И длинный-длинный выдох. Еще разок такой же вдох. Ну и на третьем выдохе открываем глаза, как мы уже делали. Спасибо за практику. Пожалуйста, поднимите руку, кто почувствовал нисходящий поток. А теперь поднимите руку, кто не почувствовал ничего вообще. Что, ни одного, что ли? Жалко. Все почувствовали? Вы что-нибудь почувствовали? А, вы ничего не почувствовали? Все-таки одна есть такая. Ну хорошо. Ну спасибо, что честно, все нормально. Не чувствуете, так не чувствуете. Но большинство все-таки 99,9% почувствовал. Значит, все-таки что-то есть. Че это? У меня как будто голову воды залило. А? У меня как будто голову воды залило. Не слышал эхо. Голову воды залило как будто. А, голову воды залило. Ватой. А, ватой, ватой. Да, давайте, ребята, мы сейчас, у нас групповая здесь работа, давайте поделимся состоянием, переживанием, какие-то мысли, может быть. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Микрофон возьмите. Ну там же люди сидят в интернете на вас, на вас смотрят. Да? Ну хорошо, разве что для людей. У меня почему-то, вы знаете, холодные волны всегда. Ну это нормально, я привыкла к состоянию, к такому, как бы, понимая, что это идет энергия. А вот вы сказали сегодня, что это темные там силы, типа у них поток холодный. Вот как с этим, что-то я задумалась. У вас сейчас что-либо шел холодный? Очень холодный. Прямо, знаете. Это в зале просто холодный? Можете в зале холодный, не знаю. Здесь пол холодный, да. Нет, ноги как раз теплые. Просто вот по телу, когда нам мало. По телу холод пошел. Да. Нет, нет, это не все. Холодная энергия это инь. У китайцев, знаете, есть янская энергия, есть иньская, холодная и теплая. Не знаете, что обязательно она темная. Да нет же, конечно. Мороз же не есть темное явление, да, он холодный. Не надо уж так все совсем. Причем, я знаю, на первой встрече, вот когда пятница была, на вечернем, просто. Вы рассказывали про Тошу, но я очень давно читала эту книгу, когда я к нам вышла. У меня она произвела, конечно, глубокое впечатление, вот эта история Тоши и всей вашей группы. И вот в тот момент, когда им рассказывали, просто вот из Холохи, знаете, у меня даже зубы надо было держать, чтобы вот холод такой шел. Бог шел холод, да? Вообще, зверская. Я про демонов вам сегодня потом могу немножко рассказать. Там же была вся история-то замешана на демонюках. Ну, то есть там борьба шла. Вы же помните сюжет-то какой был. Там было и то, и то. Вы открыты, может быть. Я тогда почти ничего не понимаю. Вы, может быть, я понимаю, я вам рассказываю. Вы открыты, может быть, на темный спектр. Это у меня было. Ко мне демоны ломились просто как это. Приходили часто, в общем, вначале. У нас это описано все. Может быть, у вас то же самое. Это потом закрылось со временем. Может быть, вы открыты на темный спектр. Понимаете? Это значит, должно как-то в жизни появляться или что-то там. Сбиваться. Вас интересуют вообще темные силы, демоны? Абсолютно не интересуют. А вы испытываете какой-то страх или любопытство в эту сторону? Нет. Ничего. То есть вам на них совершенно... Идифферентно. Идифферентно. Значит, это просто стихийные какие-то вещи. Вам не хватает энергии иньской. И она просто идет в ваше тело потоку. У вас огня много. Он уравновешивается сейчас холодной энергией. Ну, я думаю. Я надеюсь, что так. А может быть, просто холод? Вы можете не чувствовать. Но здесь сквальняк, здесь очень холодный пол. И просто холодно в зале. Здесь не надо все валить в одну кучу. И темные. Пожалуйста, ребята. Кто хочет еще поделиться, прошу вас. Да, окно закройте. Прошу вас. У меня часто сопровождается звуком «надо». Каким звуком? Звук «надо». Мы говорим. Здесь просто эхо. Нет. Я ничего-то не слышу. Это ближе к цикадам. Ближе к цикадам что-то. Ближе к цикадам. Да, вот такой свет. Как будто сверчки. У меня был такой. Был такой звук, как будто сверчки. На Украину. На Украину. Знаете, приезжаешь летом в степи, сверчки, есть такой, да, есть такой. Эффект есть. Но этот звук поток получает, чем он сильнее, этот звук громче. Ну, есть один из таких эффектов. У потока много эффектов разных. Световых, звуковых, тактильных эффектов, ощущения в теле. Это нормальный процесс. Да. Сверчки, да, есть. Это не у всех и не обязательно? Не обязательно. Каждый по-своему, я же говорю, индивидуально переживает поток. У кого-то сверчки. Я больше чувствую его тактильно. То есть я ощущаю его, ну, как. Как вот он? Телом, да. Кто-то видит его хорошо. Прям видит, как идут лучи света. Ну, не спутаешь, это объективное достаточно. Вот я сейчас хочу, чтобы ребята поделились, чтобы все открыли, как они это переживают. У каждого по-разному. Вы что, чай мне даете? А, спасибо. Пожалуйста, ребята, по потоку. Я прошу поделиться. Да, возьмите там микрофон. Да, ну, вообще-то можно, да? А вы говорите, да? Спасибо, да. Ну, поток сейчас шел, да, то есть тоже с прохладой. Да, то есть, может быть, действительно идет вот этот контраст. То есть я тоже, что называется, горячая девушка, да? Ну, я так себя позиционирую, да? И, может быть, вот этот контраст, он дает вот эту прохладу, да? Вот этот поток. Вот. Ощущение. Ну, состояние, конечно, классное. То есть не хочется выходить. Ну, замечательно все. Но я хочу по поводу того сказать, что вот говорит человек, что читая книгу, значит, ее вот проносит. То же самое. Я читаю многие книги с рассказами вот о людях, о моментах каких-то. И меня тоже очень сильно колотит, бывает, да, слез дохожу. То есть вот какие-то моменты, вот эти вот все вот рассказы, истории, тоже вот просто-просто сносятся. Ну, вы просто чувствительный, наверное, человек, так тонко чувствуете. То есть это не есть, то есть поток и это реакция тела, что ли, какая-то? Что такое поток, еще раз? Поток – это движение энергии по телу. Движение. Движение. Вот и все. Вы можете ее видеть как свет, ощущать, как что-то течет, как электричество, как ток. Сверстики. Ну, вот мы сейчас пытаемся разобраться, да? Как ребята это чувствуют? Передайте дальше. Просили. А, берите микрофон и говорите. У меня на уровне пятой чакры ком был, тоже пришлось распускать лотос. То есть я помогала, чтобы поток прошел. Но у вас холода не было? У меня, знаете, кусками, у меня жар боролся с холодом. Причем совершенно хаотично по всему телу. И помогала тоже печени, тоже там открывала. Открывала, ну, то есть, ну, пускала в орган тоже, нардё. Вот. А что просто вот раздр... Куск... Куск... Медленно шел, а потом чувствую, вот руки вот так у меня открыты были. У меня руки вот так стали отходить. То есть он как бы не просто трубой, а вот на конус пошел. А он конус. Он расширяющийся с потолка, как бы луч вот такой. Конусом точно. Это правильно. И потом, значит, чувствую, у меня как-то в ушах вибрация началась. И потом по всему телу она пошла, вибрация. Вот такие вот ощущения. Да, это правильно. Это так оно и есть. Именно конус. Вы очень точно сказали. Спасибо. Можно, пожалуйста, туда пошли. Да, пожалуйста. Ну, а я ещё, когда ты рассказывал, уже раскрывался. Ну, и замёрз, почувствовал прохладное. Вообще, как прохладный ветерок, как будто бы сверху. Ну, и замёрз, одевал даже капюшон. Вот. И когда делали медитацию, тоже я его прохладным чувствую. Даже, ну, да, прохладным. Холодным не скажу, но прохладным. Ну, если говорить о тёмных каких-то, я раньше интересовался этим. Там с властью, тяга к власти была. Ну, и невероятно, и сейчас присутствует. Вот. Ну, а когда открыл глаза, и даже ещё, когда сидел с открытыми глазами, когда ты рассказывал, я уже делал это, появилась контрастность. И чёткость зрительного восприятия, ну, гораздо выше, чем обычно. То есть, как бы резкость навелась, да? Резкость, да. Спасибо. У меня в какой-то момент поток встал, и вот закончилось движение, и началась пульсация, как мне показалось. И такое ещё очень приятное. А где была пульсация? Ну, как-то вот она переходила. Она началась около сердца, и пошла сначала вверх, потом пошла вниз. И такое приятное воспоминание. Видимо, вот этот вот цвет мёда с молоком навеял мне ещё воспоминания Китая, когда мне поосчастливилось переночевать в храме там, и вот эти аромат какой-то пасеки, мёда, и он такой вот пришёл, обволакиваюсь, типа, нора. А потом в какой-то момент очень трудно стало ногам, просто неимоверная какая-то тяжесть, и тело захотело встать. Ну, не знаю почему, прям очень-очень как будто, ну, не камень, но было им тяжело сидеть. Ну, поток легче пропускать вниз через ноги, когда стоишь. Ну, ему как бы, потому что вот этот замок, да, как вот люди сидят, он задерживает поток, накапливает энергию вот здесь внизу. А когда ты стоишь, он протекает беспрепятственно, уходит в землю. Поэтому вы встали. Ну, и поток, по моим ощущениям, он тоже не был тёплым, он был, скорее, таким очень освежающим, не водяным, но... Ну, сегодня что-то прохладный поток, да. Да у меня всегда так, на самом деле. Ну, все ребята говорят одно и то же, да. Мы же не можем заказывать, он может быть прохладный, может быть... Иногда бывает огненный поток. В разных группах, в разных ситуациях бывает по-разному. Да, спасибо. Вы будете? Продолжим коротко. Очень мягкий свет, какой-то уровень выше, наверное, даже обычного света. Состояние наслаждения, доверия. Я просто отдалась этому, поняла, что со мной что-то происходит, и это то, что нужно. Благодарю. Да, очень по делу. Спасибо. У меня как раз-таки в отличие от многих не было холодно, наоборот, всё началось с того, что мне стало очень хорошо и тепло. Я закуталась, мне холодно сейчас, да, а там стало хорошо, тепло, совершенно прошло всё ощущение прохлады. Я не знаю, я почувствовала именно пульсацию, и не сверху, а как бы из средины, вот, и вот в этом состоянии. И свет мягкий, приятный. После уже. Спасибо. Значит, не все холод почувствовали. А у меня здесь вот голеностопная травма была, и я заметила, просто у меня во всём деле не было никаких особых там температурных ощущений, только вот локально в этом месте очень горючо стало, там связки порваны. То есть поток начал лечить это место? Я просто почувствовала, я не помнила про это, просто в какой-то момент почувствовала очень-очень такое ощущение чего-то вот горячего, как будто кто-то горячие руки положил или что-то такое. Значит, вы сами лечите. Вот таким же образом, сами. Настраивайтесь на поток, подставляете ему ножку, вот это место, и как бы пейте, пропускайте, промывайте, он будет вас установить. И вот вибрация сейчас, она осталась вот здесь вот стоит. Да? Хорошо. Вы лечитесь просто потоком, ладно? Сами уже. Пожалуйста. Не холод, мягкое тепло и не конусом. Что-то вот там холод был, а тут уже тепло пошло. Чувствуете? Как-то вот так вот. Как стена воды при водопаде. Сначала с правой стороны, но у меня голова всегда болит, вот правое полушарие. Вот, потом прошло. А потом свет. Значит, полечил у вас тоже поток, да? Хорошо, спасибо. А у меня как бы, ну вот как будто от общей массы, вот сначала пошло белое, такой, ну, белый свет и руки как будто дышат, так интересно. Дышат руки? Как вот, как вода вот над рекой, то есть туда-сюда, туда-сюда, такое ощущение интересное. А в последнее время, когда я медитирую, у меня почему-то идет снизу такой гул, ну, постоянно в последнее время наблюдается. А в этот раз он начал, и потом со временем от света утих, но холода не было никакого. Ну, в принципе, у меня быстро прошло, а потом просто... Да, спасибо большое. Кто еще хочет сказать? Передайте, микрофон передайте. Во-первых, продолжается, переживается как присутствие, четко выраженное еще чувство, я есть. Скорее тепло, хотя безразличие, у меня спокойствие, просто есть, есть и все. Спасибо. Ну, вот сначала как бы не очень было ощущаемо, то есть просто как будто вот стоишь под душем, есть такое, как бы бьет вода, а потом началось сильнее, и у меня как бы, я сейчас вот чувствую, что сердце бьется быстрее, чем есть, и у меня даже ладошки все осветели, короче, очень сильно. Вот, я не знаю, что я сейчас скажу, в общем, не знаю. Хорошо, но это признаки потока, то, что вы описываете, да, то, что ладони вспотели, это ничего, это нормально, поначалу бывает. И сердцебиение тоже вначале, оно потом, это проходит эти вещи, потому что, ну, организм адаптируется, он пока ему не знаком еще, что это такое. Пожалуйста, ребята, кто еще? Ну, у меня ветер дул как будто со всех сторон, сначала обдувало, а потом по телу побежали мурашки, возникло ощущение давления в переносице, и мурашки остановились на уровне груди, и сейчас печет лоб. Вот это ощущение жжения во лбу, вот оно очень часто бывает. Вот оно. А давление в переносице? Да. Интересно, вот первый раз я слышал, чтобы именно застревал в переносице потом. Обычно выше, вот здесь, вот тут, вот давит, да, вот у вас было, вот тут. У меня вот так вот, прям образ был такой, вот тут. Ну, чувство жжения было, потом переносице. Жжение, да? Да, потом чувствовало давление вот здесь, потом пошли мурашки покрутили. То есть у вас дошел до Вишут-Хачакры, до горлового центра? Ну, наверное. Ну, наверное, да. Спасибо. Да, у вас тоже было. Кто еще? Сзади, да? Нет? Я видела свет, свет вот проходит. Вот до сих пор, как бы сердце, вот у меня было ощущение два дня, что сердце сжато. Сейчас вот ощущение, что там внутри как будто что-то происходит, какое-то вот царапывание вот такое и как бы облегчение. И прошла боль в ноге, и была боль в желудке, сейчас она тоже ушла. Ну, вот какие-то вот какие-то вот эти ощущения. То есть вас полечил тоже? Да. Спасибо. Когда я ощутила, я ощущаю, обычно покалываю на голове, вот, потом я ощутила довольно сильную боль здесь, и остаток сейчас еще есть. То есть я когда пыталась представлять образ царапывающегося цветка, я его сначала не могла даже удержать, то есть голова настолько сильная. Ну, немножко вот как кукруч остался в конкретной системе. То есть у вас поток вызвал боль. Да. Вот почему-то. Бывает, когда он начинает лечить, то вначале может быть больно. Такое есть. Ну, знаете, как потревожить, что ли, вот какое-то место больное, и оно поначалу болит. Так что, это не страшно, если что-то поболит, это пройдет, поболит, пройдет. Хорошо, спасибо. Еще кто-то хочет? Все, да, высказались. По потоку все, да? Хорошо, спасибо. Мы скоро пойдем с вами сейчас на перерыв, на чай, и все. До перерыва хочу еще дать одну практику. Но она не для зала. Это практика засыпания на нисходящем потоке. Ну, кто записывает, может записать. Это будет у меня и в книжке, и можно видео потом все это посмотреть в интернете. Практика засыпания на нисходящем потоке. Значит, когда вы ложитесь спать? Первое. Обратите внимание, куда вы спите головой. Спать головой нужно на север. На север. Возьмите компас, посмотрите. Если на север никак у вас не поставить койку, что называется, тогда на восток. Нельзя спать на юг категорически, на запад хуже, ну и оптимально на север. Если получится, то передвиньте кровать. Первое. Второе. Нельзя спать на мягких кроватях. Ну, это общеизвестная вещь, ну, есть возможность купить дорогой матрас каучуковый из Таиланда, купите. Нет возможности, значит, просто обычные палати. Я сплю на досках, на доске брошен обычный матрас копеечный, самый дешевый, самый простой. Дает вот ту степень жесткости, что надо. Не доски, ну и не кровать. Значит, вот посмотрите, это здоровье вашего позвоночника, вообще ваш нормальный сон. Нельзя спать на мягком. Все русские очень любят перины, я знаю, от купечества это все у нас пошло. Проверили эти вещи. Дальше. Когда легли спать? Легли в шавасану. Шавасану все знают. Вот это поза на спине из йоги. Поза трупа. Шава значит труп. Асана – поза. Легли в шавасану, расслабились в этой позе. Открылись на нисходящий поток. То, что мы делали сейчас. То есть эту практику перед сном. Рекомендую это делать каждый раз, когда вы ложитесь в постель, просто сделать это привычкой, что ли. Открыться на нисходящий поток, позвать его, расслабиться. Все, что мы делали сейчас, мы повторяем, лежа в постели. Да, подушку убрать. Подушку без подушки. Шавасана на одном уровне лежит ваше тело. Открыться, промыться потоком, чтобы он промыл, и ваши больные участки подставили ему, полечились. Он промыл их. Как это происходит? Ну, кусок глины, когда в реку кидаешь, постепенно он его размоет, снесет. Так же поток. Вот эти все блоки, зажимы, где энергия не проходит, он постепенно-постепенно размоет. Ему сначала может быть трудно, он как-то толчками будет идти. Знаешь, как вода пробивает толчками. Ничего, помогайте, раскрывайте ему навстречу. Вот. И не задерживать его, чтобы он беспрепятственно уходил вниз. То есть, соответственно, лежите, он будет со всей спины, ну, с ног, с затылка уходить вниз. Вот вы лежите буквально как будто под водопадом, под душем или на ветру. Ну, не знаю, какой образ тут. Вот он идет. Вот так вы полежали. Значит, что будет лежа? Лежа будет ощущение легкости в теле. Он вызывает ощущение легкости, поток, нетяжести. Может даже дойти до того, что как будто летишь. Вот как будто даже над кроватью у тебя подняли, как ощущение парения. Это нормально, это признак, что очищается тело, легче действительно становится. Даже физически становится легче тело. Вот. Ощущение света в теле, прямо внутри, что вот тело как бы начинает светиться, что ли. Легкость, прозрачность, очень важное качество вырабатывать в себе, представить, что вы прозрачный. Тогда потоку легко идти. Значит, или вы прозрачный, один образ, а другой образ, что пустой, что тело пустое внутри, как трубка. Вот эти две настройки такие, или выберите, что вам лучше пойдет. Или прозрачный, или пустой. Помогайте потоку идти. И это приводит, значит, к чему? Может возникнуть ощущение расширения. То есть как будто ваше сознание, что ли, начинает расширяться во все стороны. Вас начинает как бы разносить. Не бойтесь этого. Это нормально. Ваше сознание действительно начинает расширяться. По мере того, как оно расширяется, оно уменьшается по плотности. Оно становится более легким. Потому что сознание человека, зажатое в теле, оно такое плотненькое. А тут оно начинает распространяться. Значит, ощущение легкости, полета, расширения и растворения. Еще одно. И вот растворение, вы должны помогать потоку растворять блоки в теле, то есть лечить тело. Также растворять ваши мысли. Следующий этап работы с потоком, это уже с психикой. Не с физикой, а с психикой. То есть подставлять, так же, как вы подставляли ему зажимы в теле или больные места в теле, вы как бы подставляете ему вот эти вот узлы свои. Потому что в психике тоже есть узлы, тоже есть блоки. Кармические узлы, это то, о чем мы все время думаем, переживаем, расстраиваемся, что боимся. Это как узелки такие, знаете. И вот эти узелки точно так же нужно внутри у себя почувствовать, подставить, открыть их, и поток их расплетет, промоет. Все, нет узелков. Вот это ваша работа. То есть вы работаете в сотрудничестве с потоком. Он идет, но вы ему помогаете. И все это делается на чувстве большой благодарности любви вашей к потоку. Потому что поток же это тоже, это же энергия любви. Он же бескорыстно приходит сверху. Он вас лечит. Он вас, ну, совершенствует. Развивает ваше сознание. Дает вам силу, свет. Это же как, что это такое? Поток любви. Вот он прямо идет с потолка этой комнаты. Видите, как это работает? Так у вас что? В ответ-то идет. Ведь тоже любовь идет в ответ. И ваша любовь и любовь потока, это же становится один поток любви. Вот что происходит? Один свет. Поток называется материнский свет. А ваш свет сыновний или дочерний. Ребенка, свет ребенка. Вот они сливаются вместе. Два сияния вместе сошлись. Вот ваша работа, вот ваша практика. Это вы делаете перед сном. После того, как вы чувствуете, недолго, не знаю, минут 10, вы сами 5, сколько вам нужно, полежите. Потом вы чувствуете уже в сон. Ушли в сон на потоке. На потоке засыпать. Засыпать прямо в этом свете. Значит, если вы спите на боку, женщины ложатся на правый бок, поджали ножки вот так немножко, да, и на правом, мужчины на левом боку. Это советуют тибетцы. Это связано с каналами лунным и солнечным вдоль позвоночника, чтобы не пережимать. Вот. Если спите на спине, значит, так и остаетесь. Подушку подвинули, вы без подушки работаете. Подушку подвинули, на бочок, и все, заснули. Заснули в потоке. Что произойдет? Часть потока обязательно перейдет в ваш сон. Вы будете спать как бы в свете. Понимаете, что произойдет? Вы начнете со временем видеть свет во сне. То есть вы вроде спите, а вот как будто какое-то свечение есть рядом. Вот так будет. Тибетцы, они даже зажигают ночью огонь у постели, когда делают практики сновидений, чтобы был свет. Свечка горит. Вот. Значит, вы будете спать меньше. Уйдут все кошмары. Если вас мучили беспокойные сны, кошмары, негативные какие-то сны, значит, сны будут более позитивными, радостными, хорошими, пророческими какими-то, да, вот такими. И потом сны прекратятся в результате. Это нормально. Это значит, ваш мозг полностью отдыхает. То есть когда сновидение, мозг же работает, работает, значит, отдых не полный, не полный. Со временем сны прекратятся. Освобожденные люди не видят сну. Это известно во всех текстах. И вы к этому придете. Будете видеть только свет. А картинок в этом свете уже не будет. Ну вот. Вот эта практика, еще одну технику специфическую могу дать по самоисцелению. Значит, есть еще такая более продвинутая техника, я называю ее внутренний луч. Внутренний луч. То есть находясь в нисходящем потоке. Вы можете сформировать... Это не обязательно перед сном уже. Это просто самоисцеление. Сидя можно, медитация, можно лежа. Значит, находясь в нисходящем потоке, вы формируете внутренний луч в дополнении к этому. Он формируется вот здесь. Намерение, сила намерения формируется здесь, в этом центре. То есть ваджно-черк, третий глаз, межбровие. Вы формируете здесь намерение. Намерение какое? Вылечить себя. Йоги не используют лекарства, они лечат себя энергией. Как они это делают? Вот здесь формируется очень тонкий, то есть внутренний луч. То есть поток, он широкий, он идет как бы обтекает все тело, как водопад. А здесь идет как игла, световая игла. И вот эта игла как бы втыкается, ну что ли, условно, в больное место. То есть вы лечите какое-то место в теле, значит вот туда идет концентрация внимания. И удерживается там. Внутренний луч, он удерживает внимание в одном месте, безотрывно. Безотрывно. Это сразу дает приток туда энергии. Прана пошла туда, где на эту острию этой иглы. Понимаете? То есть вы облучаете больной орган или больное место в теле чем? Лучом своего внимания. А нисходящий поток туда еще дает как воронку. Понимаете? Это можно делать и без нисходящего. Но с нисходящим это суперэффективно. Вначале вы входите в нисходящий поток, а потом вы делаете внутренний луч. И так вы себя лечите. Зависит от степи, от тяжести заболевания. Если заболевание, то есть это может потребоваться там не знаю сколько, недели, может месяцы этой работы, да? А если так что-то ерунда, это можно и за раз справиться. Лечится все. Я лечил даже инфекционные заболевания внутренним лучом. Убивает микробов энергии. По-простому. Вот. Это вот такая просто конкретная техника. Игическая внутренняя техника. Какая реализация вирусного? Ну, когда вирусная инфекция, вы же знаете, где что-то у вас что-то болит. А, ну, сложнее, конечно, ребят, с такими заболеваниями, как болезнь, ну, допустим, болезнь крови, да? Это везде в теле. Тогда вы подставляете, работаете с нисходящим потоком. У вас нет точки в теле, куда направить эту иглу. Для этой иглы обязательно нужен какой-то участок. Куда ее, да? Воткнусь. Это болевой момент. И где больно, туда, собственно, не поспал. Ну, обычно же человек чувствует, где у него болит. Если это общее заболевание и нету очага, ну, тогда под дождем. А так тело как оно подкатывает? Ну, так, каждый знает, где болит. Там болит, тут болит, везде болит. На потоке диагностика? Вот, ребята, это две практики конкретных, значит, засыпания на потоке и внутренний луч. На этом я хочу закончить первую нашу... Да, пожалуйста. А вот по поводу засыпания, насколько полезны ортопедические матрасы? Вообще вот в сравнении с... Никогда не использовал, не могу ответить на ваш вопрос. И если перевернуться на живот? Спать на животе? Ну, вообще по науке не советуют. Вы сдавливаете внутренние органы весом тела просто. Вы давите на желудок, ну, на всё, на сердце. Считается, что это не самый здоровый сон. Но бывают люди, я сам иногда сплю на животе, а потом переворачиваюсь. Не знаю, я думаю, как удобно, так и спите. Но вообще считается, что на животе это не лучший вариант. Просто передавливаете и всё. Возьмите микрофон. А когда вот при технике засыпания у нас поток идёт через сахасрару, да, идёт? Нет. На засыпание он входит во всё тело. По всему телу идёт, да? Он же с потолка. То есть, на всё тело. На всё тело, да. Ребята, есть что-то или мы идём на перерыв? На перерыв. Ура. Всё. Полчаса перерыв. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова